то по-прежнему существует весьма стойкое убеждение в причастности Жукова к созревавшему в среде военных заговору против Сталина. Эту точку зрения разделяет довольно большой слой из числа бывших работников МГБ. Основания, полученные из Одессы шифровки о том, что Жуков вооружает офицеров. Командующий округом якобы подписал указ о выдаче большому количеству людей табельного оружия с правом его ношения и во внеслужебное время. По рассказам ветеранов Лубянки, ряд этих офицеров был арестован контрразведкой. Нити из штаба Одесского округа потянулись в другие города, туда, где на малозаметных должностях прозябали опальные генералы, пониженные Сталиным в званиях и снятые с высоких постов за присвоение трофейного имущества в Германии. Обиженные генералиссимусом искали авторитетную фигуру, вокруг которой можно было бы сплотиться. Их взоры обращались к Жукову, тоже обиженному Сталиным. Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре. После ареста ряда офицеров округа, которым командовал Жуков, встал вопрос об аресте самого командующего. Однако Сталин выслушал предложение Берии и сказал, «Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя». И снова никаких документальных подтверждений. Только слова, ссылки на неких знакомых, которые слышали об этом от своих знакомых, и убедительная просьба не включать диктофон. Хотя, стоп, не отсюда ли сигналы в Кремль и на Лубянку? Не отсюда ли слухи о том, что маршал вооружает офицеров? Он действительно издал приказ о выдаче оружия и разрешил круглосуточное его ношение. Но вовсе не потому, что готовил свержение Сталина, а совсем по иным причинам. В сорок шестом Одесса кишела бандитами и варьем. Они наводили страх на мирных жителей. Раздевали прямо на улицах. Чуть что, финкой вбок. Нападением подвергались и военнослужащие. Чтобы обезопасить их жизнь, Жуков приказал выдать личное оружие. Бдительная агентура, денно и нощно следившая за маршалом, тут же сообщила в Москву, Жуков вооружает офицеров. Столичные чины, к которым стекалась эта информация, преподносили ее наверх в той интерпретации, в какой хотели ее услышать недоброжелатели Жукова из числа ближайшего сталинского окружения. Счастье маршала, что Сталин не поверил этим наветам. Гром грянул совсем с другой стороны, не с высоченного кремлевского олимпа, а с здания несколько пониже, но тоже властного, хотя и местного значения. История с раздачей военнослужащим оружия, о чем распорядился командующий округом Жуков, имела неожиданное продолжение. Приказ был отдан исключительно с целью обезопасить жизни офицеров, которые становились жертвами грабежей, а при сопротивлении, тяжелых увечий и даже убийств. Жуков чернел лицом, когда ему докладывали об очередном ЧП. Люди прошли войну, вернулись живыми и невредимыми из величайших в мире сражений, чтобы погибнуть на темной Одесской улице от бандитского ножа, выговаривал он в трубку начальнику милиции. Увы, справиться с преступным миром у городских стражей порядка селенок явно не хватало. Убедившись в этом, Жуков подписал приказ о выдаче офицерам на руки табельного оружия для самообороны. Однако это новшество не охладило пыл уголовников. Нападения на военных даже участились, по мнению руководства милиции, в целях завладения оружием. Выслеживали и нападали на одиночек офицеров втроем-вчетвером. Отобранное оружие пополняло арсеналы бандитских шаек. Городские власти не приминули использовать нарекания милиции против строптивого командующего, тем более, что у горкома и обкома партии были свои счеты с Жуковым. Начало конфликта относится к первым месяцам пребывания Жукова в Одессе. Он объездил все военные городки, лично ознакомился с условиями боевой учебы и быта офицеров и солдат. Проблемой номер один было жилье для командиров. Его катастрофически не хватало. Бессемейные жили в казармах с солдатами, семейные ютились в палатках. Грибовали взрослые, не вылезали из лазаретов дети. От сырости и простуд то в одном гарнизоне, то в другом вспыхивали очаги туберкулеза. Некоторых военнослужащих приходилось комиссовать по болезни, иногда без выслуги лет, что сказывалось на размере пенсии. Жуков едва сдерживался в виде такой безобразия. Провел специальное заседание военного совета округа, как решить жилищную проблему. Большие надежды возлагал на помощь местных властей, поскольку военное ведомство жилых домов для офицеров отпускало крайне мало. Что же касается Одесского округа, то выделяемая ему и без того скудная смета расходов урезалась в пользу других округов, поскольку пройдохи-финансисты и интенданты знали, что им за это ничего не будет, что Жуков уже не пользуется прежним влиянием в Кремле. Местной власти в военном совете округа представлял первый секретарь обкома партии Алексей Иларионович Кириченко. Будучи по должности членом военного совета, он прибыл на заседание, хорошо и складно говорил о святом долге помочь военным в решении жилищной проблемы, но никаких конкретных предложений не внес. Строительство новых домов потребует немало расходов, а городская и областная сметы по этим статьям давно исчерпаны. Залезать в другие, суши сухари и жди воронка. Как, — изумился Жуков, — в городе нет резервного фонда, ни одного метра, — не моргнул глазом секретарь обкома. Он и в мыслях не допускал, что его словам не поверят. Партийный наместник Сталина в Одессе Кириченко олицетворял там всю полноту власти. Его мнение — истина в последней инстанции, его решение — закон. Правда, еще недавно Жуков был на такой немыслимой верхотуре, что дух захватывало, и вряд ли знал о существовании какого-то Кириченко, но теперь роли поменялись. К тому же Кириченко был единственным во всей Одессе человеком, который знал истинную причину смещения Жукова со всех его постов в Москве и высылки из столицы. Одесский партийный вождь присутствовал на том пленуме ЦК, на котором маршала топтали все, кому не лень, и потому Кириченко явно переоценил свое положение, полагая, что опальный маршал будет вести себя в ссылке тише воды ниже травы. Не таков Жуков. Для него по-прежнему не существовало никаких авторитетов. Можно представить гнев и возмущение сталинского партийного наместника в Одессе, когда ему доложили, что какие-то военные ходят по городу и выявляют незанятые квартиры и излишки жилой площади. Кириченко связался с Жуковым. — Кто дал им право? — Я, — ответил маршал. — Они действуют по моему приказу. — Но ведь это вопиющее самоуправство, запротестовал секретарь обкома. — Никакого самоуправства, — отрезал маршал. Они являются членами комиссии по выявлению излишек жилплощади. Между прочим, в комиссии есть и депутаты горсовета. Насколько мне известно, они имеют право проверять. Комиссия обнаружила немало пустовавших квартир, предназначенных для номенклатурных работников. Резерв обкома, горкома, областного и городского исполкомов, крупных предприятий составлял не одну тысячу квадратных метров. Подсчитали количество квартир, в которых проживали одинокие старушки. Почему бы не определить к ним постояльцев, офицеров? Пусть хозяева не боятся потерять жилплощадь. Офицеры поселятся временно, без прописки. На кого-то уговоры потесниться подействовали. Кто-то сразу побежал жаловаться в обком. Недовольных встречали с распростертыми объятиями. Наверное, это был первый случай в чиновничьей практике, когда жалобщикам откровенно радовались. Их долго и участливо расспрашивали, терпеливо протоколировали претензии, ненавязчиво, но настойчиво выуживали детали, которые можно было бы интерпретировать как произвол. Получив обобщенную справку о характере жалоб обиженных, на которых и вправду в ряде случаев военные слишком сильно нажимали, заставляя взять на посту офицерские семьи. Первый секретарь обкома позвонил в Москву, мол, командующий округом попирает советские законы, рвется к власти, игнорирует местное руководство. О звонке Кириченко в ЦК стало известно Жукову. Их личные отношения расстроились. Жуков, взбешенный упреками обкома в наводнении города оружием, которое бандиты отбирали у военнослужащих, решил раз и навсегда покончить с преступностью в Одессе. Штаб округа получил указание командующего разработать наступательную операцию по уничтожению бандформирований. Город был разделен на сектора, за которыми закрепили командиров воинских частей. Крупные силы были брошены на самые криминогенные зоны. Вокзал, рестораны, парки, скверы, окраинные районы. Вели круглосуточное патрулирование на улицах, проводили одновременные засады, налеты, проверки в подвалах и на чердаках. Врывались в пользовавшиеся дурной славой квартиры, конечно, без всяких там прокурорских ордеров и постановлений следственных органов. Задерживали всех, кто вызывал подозрения, везли в комендатуру, а утром передавали милиции. Иногда за ночь отлавливали до сотни лиц, нигде не работавших, без документов. Случались и досадные проколы. Нередко жертвами облав становились случайные прохожие. Да и военные занимались несвойственными им функциями. Ловить бандитов должны сыщики. И снова местное партийное руководство сигнализировало в Москву. Жуков фактически установил в городе свою личную власть, подменил штабом округа, областные и городские учреждения, включая органы внутренних дел. Насаждает свой культ в войсках. Вызывает к себе на ковер первого секретаря обкома. «Уберите от нас этого диктатора», — взывал Кереченко. Доклад Булганина. Для проверки сигналов, поступивших из обкома, в Одессу была направлена представительная комиссия Министерства вооруженных сил во главе с недавно назначенным министром Булганиным. По протоколу командующий округом должен был встречать военного министра на вокзале. Жуков на перроне не появился. В момент прибытия спецпоезда из Москвы он находился на учениях в поле. Приехавшая с Булганиным свита пребывала в растерянности. Безусловно, генералы, сопровождавшие министра, знали, что их патрона Жуков ни в грош не ставит. Да и некоторые из них тоже не были в восторге от полководческих талантов нового министра. Однако такое явное пренебрежение правилами приличия задело многих. Можно не уважать Булганина как личность, но военный министр, прямой начальник командующего округом, и последнему положен оказывать предусмотренные военным этикетом знаки внимания. Вернувшись в Москву, Булганин так обмолвился относительно этого щекотливого момента на докладе у Сталина. Наш гордец не избавился от прежних замашек. Сталин с усмешкой взглянул на Булганина. Этот эпизод его явно позабавил. Вытянутый в струнку Жуков под обострастным рапортом, встречающий Булганина? Нет, это был бы уже не Жуков. В стране только один человек, перед которым полководец мог стоять на вытяжку, и этот человек он, Сталин. Перед Булганином на вытяжку Жуков, да еще принародно, не встанет. Рассказывайте, товарищ Булганин, что вы увидели в Одессе у Жукова. Доклад министра состоял из двух частей — военной — Жуков и округ, и гражданской — Жуков и обком. В боевой подготовке, товарищ Сталин, особых недостатков нет. Устройство войск улучшается. Больше всего претензий к стилю руководства командующего. Члены комиссии, побывавшие в гарнизонах, слышали одно и то же. Жуков жесток, беспощадно расправляется с командным составом. В одном полку, увидев грязные умывальники, вывел командира части на проходную и приказал дежурному выпроводить за ворота и в полк больше не пускать. Выгнал совещание своего заместителя, генерала, только за то, что тот опоздал на две минуты, мол, надо являться вовремя, а не когда вздумается. Булганин привел еще несколько примеров, свидетельствующих о необузданном нраве Жукова. Все перед ним трепещут, все ходят на цыпочках, чуть что, сдирает погоны. — С обкомом как? — глухим голосом спросил Сталин. — Плохо, товарищ Сталин. Кереченко прав. Городом и областью управляет штаб округа, вернее, сам Жуков. — Захват жилья был? — Был, товарищ Сталин. — Очень много недовольных. К тем, кто упирался, не соглашаясь на подселение, применялось принуждение. Самовольно заселил пустовавшие квартиры, в том числе и из резервного фонда города и промышленных предприятий. Доложив ряд других фактов, подтверждающих сигнал обкома партии о диктаторских замашках командующим округом, военный министр решил, что пора закругляться. — У местного руководства никакой власти. Люди знают, кто решает вопросы. По самым пустяковым делам идут к Жукову, в штаб округа. Одесса — город курортный. Десятки тысяч приезжих развозят слухи по всему Союзу о справедливом Жукове, пекущемся о простом народе, борющемся с произволом чиновников. И с преступностью. То ли вопросительно, то ли утвердительно вставил Сталин. Насчет преступности, товарищ Сталин, такая картина. Действительно, пару месяцев после облав и налетов, чистки чердаков и подвалов, на улицах было относительно спокойно. Армейские патрули похватали мелкую шушеру. Авторитеты преступного мира уцелели. Они ведь профессионалы своего дела, и ловить их должны тоже профессионалы. Матерые уголовники ушли на дно, затаились. А простодушные одесситы поверили, будто Жуков сделал то, чего не удалось городским властям, уничтожил преступность. Он лишь очистил улицы от шпаны, это безусловно так. Но разве это входит в задачи округа? — Пока вы были в Одессе и там проверяли товарища Жукова, мы тут в Москве тоже кое-что проверили. Внезапно сузил желтые зрачки Сталин. Булганин сдрогнул. — Проверяли проверяющего? — Проверяли проверяем. — Проверяли проверяем.